Первое видео предоставлено сайтом online.gdz.net Unit 1, секция 1, упражнение номер 8 Listen and repeat Послушайте и повторите Первая пара реплика Will she be in our class? No, she won't Она будет в нашем классе? Нет Время Future simple Так как это вопросительное предложение первое Will she be in our class? То на первое место выносим вспомогательный глагол will Далее идет подлежащее И затем основной глагол в инфинитиве без частички to В данном случае это глагол to be Частичку to убираем И получается will she be in our class? Отвечаем Чтобы ответить на вопрос Либо да, либо нет Мы после основного слова no, допустим, ставим запятую Далее берем то подлежащее, которое у нас было в самом вопросе И добавляем will not Ну так как англичане все любят сокращать То мы сокращенную форму will not представляем Это want То есть не пугайтесь Это все равно, что will not А если мы утверждаем Да, она будет учиться в нашем классе То есть мы хотим сказать да То нам не надо использовать частичку not Просто будет звучать yes, she will Все очень просто Работаем со второй парой реплик Where is he from? Откуда он? He is from Britain Он из Британии Время present simple Основной глагол здесь глагол to be Но так как у нас подлежащее he То в present simple для he to be меняется на is Но это все глагол to be Напоминаю I am You are We are They are He is She is It is Окей, я проспрягала личные места имения с глаголом to be Well Обратите внимание, что это не просто общий вопрос, а специальный вопрос, так как используется вопросительное слово where После вопросительного слова where идет глагол to be Он не требует никаких вспомогательных глаголов А потом подлежащее и остальные члены предложения Where is he from? С ответом все ясно He is from Britain Он из Британии Well Третья пара реплик Did you have good summer holidays? Yes, I did У тебя были хорошие летние каникулы? Да Отлично, да Каникулы не могут быть плохими Well Обратите внимание, используется время past simple Так как это вопросительное предложение Did you have good summer holidays? То мы используем вспомогательное слово, вспомогательный глагол did Вопросительное предложение он выносится на первое место, если это общий вопрос, а у нас как раз таки общий вопрос Далее идет подлежащее, основной глагол после подлежащего используется, как он у нас в инфинитиве звучит, но опять же без частички to Нам не надо брать вторую форму, как мы берем в повествовательном предложении по simple И получается Ответ тоже очень простой Мы говорим yes, либо no и добавляем yes, I и вспомогательный глагол did Естественно, если мы хотим сказать, что нет, то мы добавим к did частичку not No, I did not Переходим к четвертой паре реплик Is it nice to go back to school again? Это чудесно, возвратиться в школу снова? Yes, it is Время present simple Основной глагол, опять у нас глагол to be Поэтому в вопросительном предложении нам не надо воспользоваться вспомогательным глаголом To be выносится на первое место Is Далее идет подлежащее И остальные члены предложения Is it nice to go back to school again? Well, отвечаем либо да, либо нет Yes, it is No, it is not Если вы хотите смотреть больше видео, то подписывайтесь на наш канал на YouTube и группу в социальных сетях